Мастер, дорогие друзья! Раду приветствовать вас уже на 10 уроке, посвященному практике с гуаша. Вот он у меня в такой коробочке, они бывают разными. Более подробно я об этом упоминала в первых уроках. Пожалуйста, посмотрите в описании к этому видео ссылочки на все предыдущие уроки там будут. И не только, там будут ссылочки на уроки по другим темам. Например, йога для стоп, йога для спины, практика для женщин. И вот сейчас мы разбираем практики гуаша. Рекомендую вам просматривать уроки с первого, второго и так далее. По возрастанию по одному шагу, не прыгайте туда-сюда. И сегодня мы с вами сделаем массаж гуаша для стоп. Меньше слой, больше дела. Поехали! Итак, практику мы будем делать на стопы. То есть нужно снять все. Вы можете нанести, если вы используете масло, крем какой-то, можете не наносить на ваш выбор. Можете нанести вазелин также. Все, что хотите. Я ничего наносить не буду. Но когда я делаю эту практику вечером, я обычно делаю перед сном, я наношу, когда масло, когда вазелин в зависимости от сезонов. Ну и в зависимости от состояния стоп. Кстати, прежде чем делать массаж стоп, я иногда до, иногда наоборот после, лежу на спине с ногами на стену. Это еще больше помогает. Но об этом мы поговорим в следующих наших уроках, сериях. А сегодня практика для стоп. Итак, в начале, да, вот у меня тут носочки, у нас зима. Поднимаю носочки. Вот гуаша. В начале мы пройдемся вот этим краем, да, вот по стопе. Сесть вы можете как удобно, чтобы вам было комфортно. И просто проходитесь. Затем, обязательно дышите, мы начнем работать вот этим уголочком по внешнему краю стопы. Вот здесь. Он очень удобно встает. Вот я вот так немножечко поставлю. И начинаем водить. Ой, как хорошо. Может кому-то будет щекотно. В зависимости от того, какая у вас щекотливая чувствительность, какой я слово придумала. Обязательно дышите. Повторяйте каждое движение и располосим. Затем внутренний свод стопы. Вот здесь вот наш подъем. Кругленьким краем. И начинаем водить. Туда-сюда. Массаж самый простой. Я вас не буду чему-то сложному учить. Ах, как хорошо. Затем давайте поработаем со стопой. Вот под пальцами у нас очень множество всяких точек, мест, которые непосредственно относятся к тому или иному внутреннему органу. Например, вот два вот этих средних пальца отвечают зазрение. Поэтому можно все проработать. И также вот таким круглышочком мы начинаем работать. Вот, посмотри, сейчас руку поменяю. Вот здесь вот. Под пальцами. На самом деле вы можете сами найти какие-то, может быть, другие варианты для себя. Под пальцами. Очень хорошо снижает усталость. Снимает усталость. Затем мы с вами можем проработать зону опять сверху и опять вот этим вот рогаликом. Вот этот рогалик, вот посмотрите, мы ставим между пальчиками. С маленького и от каждой проходим, да? Большой. Ну и так вот обратно. Обязательно дышите. Это очень приятно, что называется забуды хангиспер. И затем можете уже вот этим же рогаликом по всей поверхности, верхней поверхности стопы. Далее давайте проработаем зону нашей щиколотки и пятки. Опять же вот этот рогалик, он очень удобно сюда встает. Вот посмотрите, я даже сейчас повернусь. Вот она, пяточка, вот рогалик. Пуц, и он встает. Ну и вот так вот просто войдите вверх-вниз. Мою голову иногда не видно, но сейчас мне ее смотреть не нужно. Главное, чтобы вы слышали. Затем начинаем вот эти вот косточки. Также давайте я вам покажу. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Конечно же, вот эта вот часть, я тут кручусь-верчу, чтобы вам показать. Вам не обязательно крутиться. И внешняя часть, то есть по всему кругу. Но еще раз можно сзади пройтись. Вот, в общем-то, и все. Давайте сделаем второй стоп. Второй стопой уже подойду поближе, да, и начинаем. Сначала вот этим краем вводим. Раз по 8 или столько, сколько вам удобно. Если вы найдете где-то место, где вам хочется побольше поработать, работайте, не вопрос. Затем внешний, да, вот сюда, и начинаем. Очень приятно, расслабляюще, прям хочется делать и делать. Сейчас, когда вы же знаете, да, и сами себе делаете массаж, или кто-то вам делает совершенно разные ощущения. Теперь, кругленькая часть. Здесь вот, может быть, кому-то будет щекотно, неприятно. Хорошо. Теперь, вот пальцами вот этой же кругленькой части, да, вот как бы подковырянная. Очень приятно. Теперь, рогаликом между каждым пальчиком, да, теперь по всей стопе. Я делаю достаточно быстро, чтобы было понятно, как можно и работать. Ну вот, все очень просто и понятно. Показала вам, как, да, вот с какой стороны подступаться. Дальше вы можете искать уже свои вариации. Этот, как бы, курс, уроки, давайте назовем. Рассчитан на то, чтобы вас познакомить, вот как его не бояться. Или ее, как вы ее называете, вот этот вот предмет. Очень много различных еще вариаций. Здесь у меня была цель просто научить вас пользоваться гуаша и для лица, и для головы. Шею мы с вами разобрали. Ладошки, ножки. Можно и с руками работать. Со всеми. Но это уже совсем другая история. Я надеюсь, это вам было полезно, информативно, просто. Так все это понять. Есть какие-то вопросы? Пишите в комментариях. Обязательно поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Вы этим лайком, ну, конечно, меня очень порадуете. Но и поможете кому. Так, кто ищет какую-то вот тему, вот массаж гуаша, стол. Тогда YouTube порекомендует больше лайков, больше YouTube, понимает это как команда, порекомендуйте тому, кто ищет эту тему. Поэтому, если это кому-то поможет, это самая лучшая награда. А также могу у вас пригласить подписаться на мои, вот этот YouTube канал, Telegram канал, у меня есть Instagram. В общем, все ссылочки полезные в описании к этому видео. Проходите, читайте. Там еще и польза описана. В общем, текста немного, но он очень важный, информативный и используемый. И это не все. У меня на канале очень много интересного контента. Ищите в плейлисте, подписывайтесь. И будет еще очень много поучительного и развлекательного. А я вам желаю самое главное здоровья. И тогда обязательно все у вас будет хорошо. Харел.